С самого раннего детства Влад Синилкин обожает спорт. С четырех лет занимался тэквондо, участвовал в соревнованиях. Авария в 2020 году разделила жизнь на до и после. Но мальчик и его семья не опустили руки. Когда после длительного лечения и реабилитации мама Влада Татьяна предложила ему попробовать себя в плавании, наш герой с радостью согласился. Они обратились в Паралимпийский комитет России и поехали на первую тренировку в спортивную школу Олимпийского резерва «Метеор». На вопрос, мне что-то получится с этого, она мне сказала, я увидела в нем плавучесть и вот эту вот уверенность и настойчивость. Если бы я не увидела, я бы даже не бралась без него. Она говорит, будем работать. Всего за месяц Влад с нуля научился плавать. Мальчик признается, было сложно. Но от этого еще интереснее. Я много хлебал воды, тонул, меня тренер вынимал из воды. Но потом в один день, обычно она плавала со мной пару занятий, а потом она вылезла и сказала, плыви сам. И я поплыл. Уже через месяц Влад Синелкин принял участие в своих первых соревнованиях по плаванию. За месяц сумела достичь с Владом таких результатов, что она просто поставила перед фактом, что Влад участвует в соревнованиях. Вот и все, посвященные 9 мая. И вот в городе Балашихе прошли соревнования, где Влад занял второе место. Сейчас Влад продолжает активно тренироваться под руководством опытных наставников. Мы занимаемся теперь не один час, а три часа. Два часа в воде и один час в спортзале. А в спортзале вы что делаете? Качаем пресс, отжимания, бегаем. Ну, я ползаю с ребятами. Первая тренировка у меня все болело и сейчас болит после вчерашней тренировки. На днях Влад Синелкин прошел в региональный этап всероссийской заочной акции «Физическая культура и спорт. Альтернатива пагубным привычкам». В номинации «Я выбираю спорт» для детей с ограниченными возможностями здоровья. В этом мальчику активно помогали педагоги в Видновской школе номер 7, где он учится в шестом классе. У нашего Влада такая сила воли. Сила воли к жизни, сила воли к участию. Он принимает участие во всех наших школьных мероприятиях. Он вот живет этой жизнью. И я очень надеюсь, что он достойно выступит и займет первое место. Ему это очень важно. Влад мечтает стать паралимпийским чемпионом. И глядя на то, как он преодолевает трудности, сомневаться не приходится. У него обязательно все получится. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.